Вот таким образом это работает. То есть вот так вот раз, и вот так вот оно упало. Всё. Вот и диван. Спальня, кухня, гостиная. Даже в горах Александр Веретельник чувствует себя как дома. О комфорте на колесах мужчина задумался в одном из путешествий на Алтае. Отдыхать туда ездит часто. Останавливаться в гостиницах не любит. Предпочитает единение с природой. Однако расслабиться и отдохнуть в палатке постоянно что-то мешало. Купил себе огромную палатку. У меня три на шесть палатка. С палаткой ездили. Ну, палатка есть такой один большой недостаток. Её надо каждый день ставить и каждый день разбирать. Жизнь нашего героя в постоянном движении. Профессия соответствующая. Александр уже 20 лет работает в такси. Встретительством домов на колесах раньше не занимался. А вот реальный двухэтажный возвёл в одиночку. Признаётся, работать одному спокойнее. Сам себе монтажник, сварщик, бригадир. Предвижной прицеп делать не планировал. Хотел купить. Пока думал, цены резко подскочили. С 300 тысяч рублей до миллиона. Таких средств у Амича не оказалось. Решил сделать сам. Сначала подробно изучил информацию. Смотрел ролики других мастеров в интернете. Читал статьи. Пробовал, ошибался. Но не бросал начатое. К работе привлёк двух дочерей. Самые хорошие помощники – это дети. Объясняю, чем хорошие дети. Дети хорошие помощники потому, что они не задают лишних вопросов. Они просто делают. Как надо делать, я и без них, без всех знаю. На реализацию задумки ушло три года. Дом на колёсах собственного производства готов. Амич говорит, создал бы ещё один, но семья против. Ещё один бы я точно бы сделал. Уже с учётом каких-то пожеланий, каких-то замечаний к этому прицепу. Да, это в планах есть. Сейчас самое главное – найти консенсус в семье. Потому что, когда я сказал, что я хочу делать второй прицеп, все дружно сказали – нет, не надо. Потому что, наверное, ещё ушло три года. Нет, потому что прицеп в зале стоит. Работал Александр дома. Мастерской стала гостиная. Так было удобно, поясняет мужчина. Один минус – убираться приходилось часто. Порядок наводили всей семьёй. Трудности позади. Дом на колёсах оправдал все ожидания создателя. Продумана каждая мелочь – от крана на кухне до разъёма для зарядки телефона. Александр планирует испытать уникальный прицеп в разные времена года. К зиме он готов. Отопление есть. Осталось дождаться отпуска жены и вместе отправиться в путешествие.